В середине августа, это уже начало, что-то начало до суда августа, но вы действительно молодцы, потому что мы, я верю, что это в Синдекрасе есть ингредиенты, которые мы ставим перед собой очень высокую цель, это набрать высокий балл IELTS, да, и в университет своей мечты. Третий проект, который я хочу сейчас образумевать, предпочитать какой-нибудь небольшой цифра, называется IELTS 22, образователь, который, в принципе, руководством студии и образователь топ-генерейшн. Топ-генерейшн групп, он был 1,5 лет назад, вместе с программой IELTS 22. IELTS 22 это проект, который придумал я и сначала появился проект, а потом появился образователь в центре, потому что идея была о том, чтобы помочь студентам, помочь другим ребятам набрать свой результат IELTS за 2 месяца плюс 2 балла, да. Это достаточно амбициозная цель, в принципе, кто-нибудь уже, кто слышал ту, привет, небольшую мою историю в IELTS, возможно, может узнать, что у меня тоже после того, как я уже закончила университет, и у меня на четвертом курсе, там совсем немного предметов, кредиты постаралась, я хотел покупать на зарубежный университет. И для конкурса мне нужно было подать, ну, то есть поступить с высоким результатом IELTS. И у меня было такое уверенное отношение к тому, что я точно надлежу высокого IELTS, потому что я 4 года училась на английском, я год, с которым я училась в границе, работала на английском языке и вообще в целом я любила английский. Мне показалось, что у них как я, пойду просто сдам и, в принципе, должна получить минимум 8. А сдала его на 7.5 первый раз, у меня вот такие глаза, потому что райтинг был вообще 6.5. И я такая, как так, я же пишу хорошо, я же вроде на память на своем потоке, самый хороший райтинг был у меня. И после этого я вот прям решила взяться за это, потому что поняла, что на самом деле IELTS это не то, насколько хорошо и красиво и быстро ты разговариваешь на английском языке, это больше насколько быстро ты справляешься с заданиями, которые даются именно в тесте. Это тест, это экзамен, к которому нужно готовиться просто понять несколько шагов, которые помогут мне набрать высокий балл. Поэтому меня зовут еще раз Эгилия Демид, я являюсь создавателем этого проекта, и я надеюсь, что сегодняшний заказ вам понравится, вам понравится. Давайте поплопаем вам, себе, данного мира 5, да, и, конечно же, моему альману матову, любимому университету, который постоянно поддерживает меня как выпускника, университету, у которого я создала вам возможность провести очень чудесную на себя сегодня. Так, давайте посмотрим сегодня, что нам понадобится, потому что опять-таки все будет про IELTS, готовьтесь и кто-нибудь уже, наверное, взглядел, да, что я тут сидела, набирала дополнительного, помимо того, что у меня есть на слайдах, в принципе, готовьтесь и до сих пор, но с другой стороны, мы не имитированы во времени, да. Хотите немножко узнать вас, потому что, в принципе, я своих студентов не знаю, но все ребята, которые работают, вы пришли ко мне, да, хочу узнать, кто вы, да, и зачем вы пришли, откуда вы, для какой цены вы играете в IELTS? Девочки, вы для меня новые. Пошли, да. Спасибо. Пожалуйста. Красиво. Ребята вот молодые. Есть ли? Меня зовут Артём. Я ученик Миша в Кокомане, то есть КВН. Может быть, КВН или КВН? Я пришёл сюда, чтобы подготовиться правильно, чтобы болеть так много разговоров, произвести тесты и узнать много нового. Супер, классно. Давайте вот с этой проблемой. Последние три. Девушки тоже могут быть у меня. Пожалуйста, скажите. Просто вот кратично. Имя, школа, университет, либо тогда IELTS. Здравствуйте. Меня зовут Муса Блец. Я медицина Амады Мэри. Я там работаю, а сейчас, ну, IELTS в августе. Засчёт работы. Там 2-го года, высшие силы. Окей. Супер. Стряд промоушена. Ага, супер. Отлично. Так, вот молодые ребята, вот с третьего ряда, пожалуйста. Это кто-нибудь ребята. Скажите, вы друзья? Да. Да. Миш? Нет, мы Сырфа Муша. Сырфа Муша. Окей, супер. Ага. Одинский класс? Нет, мы переходим в десятый. Переходите в десятый. Вы такие шустрые ребята, которые решили дальше всех подготовиться, да? Супер. Отлично. Так, с этого ряда у вас, пожалуйста, для девушки, да? Вы квадрушки. Лебенок, да? Нет? Я тоже здесь занимаюсь. Да, ты тоже занимаешься этим сном. Ну, меня зовут Сарина, я сдаю IELTS 27 августа, чтобы поступить в иностранный вуз, поэтому мне очень интересен этот мастер-класс. Всё понятно. Хорошо. Ну, супер. Я надеюсь, вам понравилось. Давайте посмотрим быстренько. Что мы рассуждаем, что вы все это должны сделать. Во-первых, чтобы набрать хороший результат баллов. А знаете, например, программа IELTS 22, в принципе, доказывает не первый раз, как она работает. Знаете, когда на самом деле я придумывала, да? Когда я создавала это название амбициозная, очень высокая, да? То есть, как бы, цель – это два овала за два месяца. Мне было немножко страшно, когда я только создавала этот проект, когда ещё, причём надо было объединять, ещё и ты 200 человек зовёшь и говоришь, объединяешь о том, что вот по программе ты надёжно упала, да? Это было страшно, но, поверьте, ребята, с которыми я работаю, они вот прям стараются, да, с души, чтобы достигнуть этого результата. И благодаря им, и благодаря моим усилиям, да, которые я предложила им идеям, заложила, мы сделали, да? Мы делаем это не первый раз и не последний раз, потому что средний показатель, да, среди наших студентов – это 20%. Мы его увеличили в этом году до 20%, потому что это реально классный результат, да? 20% людей убирают плюс два овала. Это ещё и без учётом того, что эти ребята приходят в 4-5, либо в 5-5, да? То есть это очень низкие уровни английского языка, которые, в принципе, для них там, наверное, в каком-нибудь другом центре сказали, ой, тебе IELTS надо готовиться, когда ты upwards закончишь, да? О, тебе надо в этажах заканчивать, только тогда приходи, да? Или вот такой вертит слышали, либо там, нет, никогда, не получишь на свою, например, грантную палашаку, пока не наберёшь, да? А человек, в принципе, просто elementary, он никогда не учил английский, то это не было надобности. Поэтому слушайте внимательно, потому что я буду подсказать это разными примерами, да? Действительно разные примеры, разные ступы, и разные-разные кейсы абсолютно. Приходят те, которые вот в школе учатся, десятые, одиннадцатые классы, да? Амбициозные студенты, которые хотят зарубежные вузы, кто учат на зарубайский университет поступают. Есть ребята, которые действительно удивительные, это спортсмены, которые, например, хотят тоже учиться за границей, да? Спортсмены, там, теннессист всю жизнь, или тейпландист, молодец, там, такой умничка, но английский ему тоже нужен, да? Там, для поступления в американские вузы. Либо бывают, например, студенты, которые учатся на бакалавре, либо, там, пойдут на магистратуру поступать для улучшения, например, обучения за границей, да? Либо приходят, например, семьи, когда, допустим, у них тебе 30 лет, либо у вас 8 лет, и ты уже женат, либо ты у тебя есть ребенок, и ты хочешь, я хочу, чтобы, например, наш второй ребенок родился в Америке, да? И я хочу поступить, например, на докторатуру в Австралию. И такие кейсы приходят, очень классные ребята, я очень рада тому окружению, которое у меня есть, и которое приходит именно в ТГ, учиться, и поэтому, я думаю, что вы сегодня тоже найдете следы какого-то, так скажем, для раздумия, пищи и вдохновения, да? В первую очередь, что нам нужно сделать? Первое, что, в принципе, к любому экзамену, нам нужно входить в стандартный экзамен, да? Но вы знаете, так как я участвовала уже в нашей классе, я, в принципе, стандартный уже предполагаю, то, что все уже знают, то, что это 4 секция, это оценивается, например, в индивидуальном шкафе, как именно, с чего состоит, там, в дженерале и так далее, я думаю, что вы углубляться не будете. Но есть, например, на лои шинкратели, опять-таки, я со всеми углубляться на лои шинкратели не стану, но я его на слайдах разместила, если, в принципе, вам это понадобится, слайд мы можем вам отправить, либо вы можете его, там, получить по e-mail, у него сейчас просто походят. И, например, я говорю, мы тут много разговаривали сегодня про салаты, 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 программатика, да? Ну и, конечно же, про то, как важно чтение для всех секций, которые мы будем покупать. Я, конечно, сегодня не стала разделять это, там, 2-3 секунды, интернаменты, что-то не было в клубе вместе, но я думаю, про каждую, в принципе, я буду восстанавливаться, рассказать подробнее, а я вам рекомендую создавать вопросы и делать записи, окей? Супер. Давайте посмотрим. В принципе, в первую очередь, когда мы начинаем наш курс IELTS, в первую очередь я всегда задаю вопросы студентам, а зачем ты хочешь это сделать? Зачем тебе нужен IELTS? Например, такие слова, которые я слышу, да? Ну, я хочу поднять, либо я просто хочу проверить свои знания, к сожалению, не годятся для IELTS подготовки, ну или, по крайней мере, для достойной, серьезной работы над своим английским. К сожалению, это абсолютно не достаточно. Почему? Потому что IELTS, это абсолютно не... К сожалению, он просто сухой, да? Он очень сухой, он такой структурированный, он немного скучный. Многие ребята прям справляют это. Они говорят, как скучно читать эти тексты. Я не хочу, да? Чтобы это перебороть, да? Тебе должно быть интересно. То есть ты должен это всякими разными людьми try to actually make it really fun and really training. Так? Что в первую очередь, конечно же, нужно? Здравствуйте. В первую очередь нужно понимать, зачем ты это сделаешь, зачем тебе нужен хороший IELTS. Окей? Для этого я просто... Ну, обычно... Папни-то сайт. Или я вам получу... Как лучше, да? Как лучше, да? Ребята, мы не очень справляем. Да? Да, да. Здравствуйте. Мы не женихые. Окей? Поехали. Поехали. Например, в первую очередь нужно понимать, вообще, долгосрочную перспективу. Это немножко, скажем, мотивация или тема, больше связанная с таким, больше личностным просто. Но вы будете улыбаться, да? Но когда вы будете на третьей неделе вашей подготовки, и когда вы уже все burned out, да? Мне уже не интересно, так скажем, читать, писать эти эсэшки, и ты хочешь, что тебе надо заставить, но когда ты вспомнишь мои слова, и что тебе точно нужен такой дно, который тебя действительно захотелирует, да? Поэтому нужно всегда составить себе точный план. План на 10 лет, да? Минимум на 10 лет. Когда я задаю его просто 16-летним ребятам, 10-летним планом, они начинают просто вот ступорить, да? Ой, я не знаю, вам надо? Как так? 10 лет, сейчас много. Я даже на один год не могу нормально спланировать, да? На самом деле ваши планы, конечно же, будут меняться, когда вы уже просто 10 минут. Как корея на 20-30 лет. А, окей, супер. Корейский университет еще? Северский. Назарбальский университет? Северский. Северский. Северский, да? Ну, много ребят, которые хотят учиться в Корее, и, например, топовых университетов, где конкурсы достаточно высокие, да? И, соответственно, мне нужно понимать, зачем мне можно поступать в этот университет, допустим, у тебя сейчас 17, а каким ты видишь себя 27, да? И как это еще связано? Например, я разделила это, у меня есть сверх жизни, и я думаю, вам тоже будет полезно. И, пожалуйста, прям заставьте себя сделать это, да? Не пожалеете ребятам, да? Вообще, на самом деле, история одной моей студентки, в принципе, была... То есть, у меня было... На самом первом потоке, полтора года назад, у меня было две студенты, была маленькая группа, когда были две студенты. Одна была выпускник, то есть, она училась в каждую на третьем курсе, да? По следующему, она стала моим партнером по бизнесу, и дальше, сейчас она приходит в Испании учиться, да? И девушка приходила абсолютно, скажем так, она не была активная, да? И у нее не было про какие-то цели жизни, да? И начал рассказывать, да? Тогда зачем ты хочешь ждать этот баланс? Она говорила, ну, я хочу просто уровень английского подключать. И просто ребенок, ну, не ребенок, а человек стеснялся признаться в том, что она хочет опять выступать в ЛСИ, да? В Лондон-Сколов Этономис. Это классный университет, один из топовых университетов мира. Человек просто не хочет это высказывать слов, потому что она боится ошибиться, да? Она боится того, что будет провал. Когда кто-то скажет, о, она хотела туда и так далее, да? Однажды я провела один мастер-класс, почему я хочу выступить, да? Как я буду выступать в гармарке, да? Ну, это был мой мастер-класс, который я пригласила. У меня был полный зал. Всем было интересно посмотреть, как я буду выступать в гармарке. И, знаете, такого рода заявления, достаточно серьезная вещь, да? Особенно это не прошло публика. Но это так сильно вас подстегивает, что вам, на самом деле, не стоит стесняться, не стоит бояться ваших желаний, да? Нужно действительно видеть классную, красочную, яркую, вот супер-супер-супер крутую жизнь, да? Почему? Потому что нужно, ну, надо просто гореть этим, да? И действительно шимать это больше всего на свете, больше всего, чем ты хочешь, ну, что ты есть сейчас. Потому что зачем это делать? Зачем мы учимся? Зачем мы ходим в университет? Зачем мы сейчас пришли в этот мастер-класс? Мы пришли для того, чтобы завтра стать лучшим. или через год, чтобы ваша жизнь была классной. И только поэтому вы должны трудиться сегодня или в ближайшие два месяца, да? Поэтому нужно все связать так, что вот у меня есть, там, пять основных целей, атмосферной жизни, которые я хочу видеть, например, и, там, в семнадцать лет я вижу себя, такое, двадцать семь лет, я вижу себя, там, в Калифорге, там, на силиконовой долине, я вижу себя, там, в компании Google или еще что-то, да? Чтобы это случилось, тебе нужно сейчас работать, окей? Дальше. После того, как мы уже поставили перед собой классную цель, у меня уже возникало воображение, я подушевлен, я должен выступить в экзамен, да? То есть подготовка. Подготовка должна опять-таки поступать, ну, то есть, в первую очередь, ты должен понять, знаете, как у меня было, первый раз, когда я решила выбрать экзамен, я пошла в library, да? То есть, вот здесь, в библиотеке, я сделала очень много книг по Айлдену, вообще просто все, что там было на полке, думаю, вот сейчас я буду их поглощать, да? То есть, все в себя, да? На самом деле, это было просто самое глупое, лишнее движение, да? которое я вообще себе позволила. не стоило столько много времени тратить, чтобы изучить стандарты, не стоило много времени тратить, чтобы понять, что это за экзамен, да? Вообще, любое, в принципе, действие, которого вы боитесь, оно, в принципе, поступает, потому что, ну, то есть, оно страшно вам, потому что вы не знаете, что это, да? Но у меня не хватало знаний. И, соответственно, вместо того, чтобы, не знаю, один раз посетить мастер-классы или послушать кого-то, кто уже сдал, я пыталась это сделать сама, да? читать очень много времени. И это было абсолютно непродуктивно потраченное время. Потому что я тратила целые 3-4-10 часов на то, чтобы узнать какие-то дела. Да? Глупо, да? Согласитесь, это можно было, допустим, потратить на 10, например, практис-тестов. Да? Сделать практис-тесты по лыснигу. У меня сразу получился результат, я бы сразу сдвинулась в мёртвые точки. Да? Поэтому многие тратят время на то, чтобы смотреть видео на YouTube. Посмотреть, как готовится Маша с Украины на IELTS. Смотрит, как готовится Питер с Канады к секции с Питером. Чтобы на душу вдохновиться, на душу внику, на душу настроение, вот такой устроить. Да? У меня есть одна студентка, которая только так и жила. Только так и жила. Только со своими YouTube-видеем, которые я рассмотрела. Конечно, результатом супер, но для неё это не по двое. Ну, на один балл. Да? Ну, неплохо. Все равно. В первую очередь, что нужно посмотреть, только один сайт, который надо смотреть по IELTS, это вытяж концепт. Да? Вот там все official, и все есть четко распланированное. Надо понимать, моя цель 7 баллов по спинтинге. И я вижу, окей, он оценивается по критериям твити, веситовый свойств, грамматика, игра на свечу. Какая-то участка. И я просто смотрю, окей, что там каждый инструмент, что соответствует семерке, что соответствует в восьмерке, что соответствует в шестерке. От этого я просто считаю, ставлю себе, например, цель не достигнуть вот тех критерий, которые указаны там. В райтинге то же самое, да? Но райтинг концепт начался достаточно субъективным, потому что, опять, на прошлом еще раз у нас был галостер NELTS, который был, в принципе, экзаминатором . Вот он рассказывал, что райтинг сеть это достаточно субъективно оцениваемая сеть. Как бы нам не твердили, что это вот все в котором находится brand descriptor available online, к сожалению, там есть химин-фрактор, который влияет на то, чтобы, например, вам поставить восемь, а другому поставить шесть. Конечно, восемь райтинг это, конечно, удивительно. Это очень легко, кстати, вот в среде казахстанцев. В принципе, я только одну студентку знаю, которая набрала восемь райтинг. И все. И еще одно преподаватель это вопрос. Только это. Но райтинг достаточно такая секция, на которую нужно, наверное, больше всего времени тратить, для того, чтобы поднаточить его и собрать. Но поднять его с четырех, или с пяти баллов до шести, до шести, это несложно. В принципе, с шесть и пять достаточно такая достижимая цель райтинга за, например, 2-3 месяца, в зависимости от интенсивности вашей подготовки. Окей? Дальше. Это мы изучили, поняли, что она скреплется. А все остальное это все о словах. Все about vocabulary. Мы уже поняли, что, например, в райтинге и спитинге есть секция about vocabulary and writing, которые нам нужно контролировать. Многим студентам, я уже своим, все каждый день говорю, что как бы мы, например, объясняли вам структуру эссе, важно понять этого полминуты. Ну, планы, три раза, но одного урока достаточно, чтобы понять структуру. Тем более, мы все очень умные ребята, шанишные, мы вообще все очень оборудованные ребята, которые быстро поймут и сделают по формуле. А все остальное вот это вот искусство это реально искусство. Hand-crafted sentences. Красиво, сделано, как ремесло, к этому относиться. К каждому эссешке как к своему какому-то продукту относиться. И делать его красивым, презентабельным, это, конечно же, все от ингредиентов, которые вы складываете. Ингредиенты, это, в принципе, то, что у нас есть в голове. Мы не можем, к сожалению, выложить на лист бумаги, или, в принципе, не рассказать, что-то, того, чего нет в голове. Поэтому мне нужно все как можно больше все больше и больше пооблачать новой информацией. Это должны быть слова. Слова, конечно же, должны быть правильными. Во-первых, я скажу про то, как я училась в университете в экономике, как я, например, в начале учила слова. Первый раз, когда на первом бусте, когда я поступила, у меня, в принципе, не было такой дискорки. Это было, скорее всего, баллов момента учить или выбирать, выбирать баллы, если по IELTS или нет. И я начала, конечно же, изучать слова. Но слова я любила очень, потому что это было, реально, такое, ааа, смотри, это интертейнинг. Это классное слово, это можно использовать. Знаете, еще есть очень смешная история. У меня одна из студентов, у меня была в прошлом году еще одна группа, в которой две студентки были. Динара и Оружан. Они обе учились 150-градой в школе. Это была занята школа. И очень талантливые, обе талантливые девушки. Оружан, она такая, любит разговаривать. Бывают ребята, которые будут хорошо развиваться speaking and listening. А у Динары, наоборот, она делает классное видео и пишет нормально. Но у нее не было нормального speaking. Каждый раз, когда была speaking speaking, задавался вопрос, Динара любила выступать. Это шоу-тайм. Шоу-тайм о Оружан. Она любит разговаривать, все время поднимать чат. А Динара молчит, молчит, молчит. И я вижу, что за каждым уроком Оружан спикин растет, он улучшается. И когда я хвалю ее, я говорю, класс, молодец Оружан, ты классно спикин подключал. А тут Динара ей говорила, Динара, делай так же. Побольше разговариваю. Она говорит, ну вы знаете, мне не нравится произношение английской. Я не хочу кривляться, как она. Это был такой комментарий, я не хочу кривляться. Вот показалось человеку, что английский звучит как-то неестественно. Особенно, когда, например, в своей русскоговорящей или казахоговорящей среде вам кажется что-то искусственное. Вот он прям выпемливается. Или что-то искусственное вам кажется. Из-за этого у вас может быть какое-то стеснение. Но я вот была таким вот ребенком, которая любила покривляться. И на самом деле в это покривлянии иногда перед зеркалом или даже, в принципе, перед другими знакомыми, она очень даже хорошо помогает развить ваш спикинг. Ну и какая разница, что могут быть другие, даже если это были зашитыми, главное, чтобы мой спикинг улучшился. Нужно быть эгоистом в этом деле. Все нужно понимать, как, например, writing лучше. My thoughts и foreign meds. Это diary. Самое простое diary, которое, в принципе, приходит в память. Говорят, которые, возможно, даже в школе. Пишите свои мысли на английском языке. Пишите свои обычные действия, которые вы делаете каждый день на английском языке. И мы когда можем говорить, например, об теме global warming на английском языке. Но мы не можем элементарно рассказать про свою боль в макете. Или про то, как я... Как вы думаете, какие это топики? Хорошо. Молодец. Читать умеешь. Еще? Музыка. Как? Музыка. Музыка. Мэйли. А как можно было бы его дженемом? Вот прям... Искусство. Хорошо. Либо хобби. Окей. Еще какие темы? Город. Как? Город. Город. Абсолютно верно. Город, да? Environment, супер. Еще? Спортник. Политика. К сожалению, нету вообще даже такой темы. Нет. Есть экономика, да? Но экономика вам не будут задавать. Сделай, пожалуйста, там реформу, да? Расскажи свое мнение про кризис, да? К сожалению, такого нет. Они будут задавать себе вопросы, например, поможет ли, допустим, planting... Приветствую. Planting vegetables and fruits to improve economy, да? The general view. Мы здесь. Я к тебе обращаюсь. Напомню, пожалуйста, имя. Я. Сан Чар. Сан Чар, супер. Поэтому экономика, она будет затративаться только с точки зрения очень простых вопросов. Не бывает сложных вопросов, на которые ты не можешь ответить. Окей? Еще какие вопросы? Климат. Что? Климат. Да? Климат. Климат, да, в принципе, environment, climate. Это правильно. Еще есть здоровье, да? Часть, которую, в принципе, мы тоже иногда закрываем, но достаточно частая, распространенная тема. Окей? Хорошо. И на такие темы, ребята, я вам сильно рекомендую сделать какого-то, например, карточки на каждую тему, да? Карточки не должны быть вот такого, знаете, слова. Я там вот выучил, я там карточку сделаю вот такую, сзади у меня translation, да? И вот думать, что у меня вот такая вот карточка, я это помогаю. Возможно, есть какие-то достаточно дисциплинированные, но, к сожалению, например, моя практика показывает, что даже то, что ты в цитрате пишешь, например, новое слово, рядом русское и Google, да, там, перевод, но, к сожалению, он не работает в такой формате, да? Нужно активно использовать эти слова. То есть он должен быть только handshake, да? Вот прямо под рукой у тебя. Он всегда может быть под рукой? Например, в этом случае, если вот электрон используется, мне нравится Google Translate. Вот как бы вам не казалось банально, но Google Translate как предложение сохраняет все слова, которые я вводил внизу, да? Поэтому, когда мне становится скучно, я смотрю другие слова, я искала. И я могу пролистать. В принципе, в этом плане не ломается. Окей, это такой эквивалент тех же карточек, но по-другому. Дальше. Есть ссылка, на которую я, опять-таки, кляну. Есть уже готовые такие карточки. Есть они, в принципе, у нас. CG, можете тоже спросить, у наших преподавателей, да? У Мирдвера, кстати, очень много таких карточек. Просто спросите. И, в принципе, ввод в листах, куда мы вам тоже даем факт, они тоже есть, да? Главное просто их использовать. Поэтому, пожалуйста, используйте все ресурсы, которые у вас появляются. И обязательно посмотрите, какие, например, на этом топике можно было бы обсудить. Например, events. Events – это тоже очень распространенные темы для того и части. Вторая часть – это, в принципе, про events, которые тебе задают в контексте людей, в контексте разных объектов. Объекты, да? Расскажи, пожалуйста, про самый любимый гипт. Да? И ты рассказываешь про гипт, но ты рассказываешь, почему тебе его понравилось, да? И ты рассказываешь все равно про events. Поэтому ты должен знать, какие глаголы можно использовать для объяснения и описания разных мероприятий. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Есть вопросы сейчас? Нет. Ну, смотрите, допустим, нам нужно написать description, да? Опять-таки, это один из хенд-аутов, который мы, например, можем использовать на уроках, опять-таки, да? И я рекомендую вам написать примерно каждому из этих объектов, которые мы дали в данном здании, написать его и описать точнее каждый этот объект. You have to describe. Как именно ты будешь его describing? You have to use a lot of adjectives, да? Adjectives могут быть вообще, в принципе, у нас классифицированы по-разному. Давайте посмотрим, какие adjectives можно использовать, да? Вообще, в целом, наличие adjectives круто помогает при не только speaking, но и найти, да? Потому что бывает проблема. У меня не хватает слов. 250 не могу набрать. Набираю всегда там меньше, чем положено, да? Побольше пиши adjectives, побольше пиши описания, да? И, в принципе, чем ты будешь? Вот говорят же, надо глагольствовать, да? Так, вот как раз эти файлы можно, можно его поискнуть, и можно увидеть фору. Но она не должна быть такая вот совсем не тема. Окей? И опять-таки, adjectives можно разделить, допустим, на несколько категорий. А это может быть то, что ты видишь, то, что ты слышишь, трогаешь, пробуешь и запах, да? И здесь очень, например, сложные, на 20 уровне слова. If you need, I can set, да? Why now you're supposed to spend time writing или еще что-то делать. Окей? Давайте посмотрим грамматики, да? Блин, вот части грамматики, когда проходит часть грамматики, мне всегда начинается немного переживать, потому что многие ребята на самом деле недооценивают грамматики. Кто любит грамматики, например, скажите, пожалуйста, поднимите руки. Ну, супер, есть такие люди. Вы молодцы, я рада, что вы существуете, и это здорово. Потому что вы, наверное, те ребята, которые имеют вот такой вот классный тетрадь, где у вас все расписано с таблицами, разных правил и так далее. Я грамматику не любила. Я ее начала изучать только тогда, когда у меня был уже хороший уровень словарного запаса, да? Я все-таки верю, что грамматика должна просто наложиться натурально, да? Как натурально. Оно должно быть таким естественным, что я не должна заморачиваться как тут, а как здесь, да? Но для того, чтобы достигнуть вот этого понимания, что это естественно, мне нужно было очень много сделать ошибок, да? Эти ошибки, конечно же, недопустимы вашим IELTS, да? И лучше его прям конкретно сейчас взять за их работу. Грамматика в IELTS все-таки примерно 25% вашей оценки, да? Как бы она, в принципе, у вас никто и не спрашивает там грамматические правила, и слава богу, да? Но она все равно оценивается в разницу, где их грамматически успеет. Даже в рейдинг-секции, в принципе, если ты, например, какую-то грамматическую функцию не поймешь, и ты не знаешь эту ценность, ты не сможешь понять это до конца идеи. Давайте посмотрим, что важно в грамматике IELTS. Как вы думаете, что важно в writing grammar? Структура предложения. Структура предложения. Какая должна быть? Лучше написать простое, но правильное предложение. Там один, два, два. Либо написать одно сложное, одно с ошибками. Одно сложное. Достойно. Достойно. Кто за первый вариант? Окей, majority, да? А за второй? На самом деле второе, вы правы, да? Нужно написать второе вариант. То есть лучше написать одно сложное, хоть с ошибками. Но ты вот по рейнкингу, потом по административу упадаешь все, типа шестерки, снорки. То есть, конечно, желание вообще без ошибок постоянно. Но если даже есть какие-то ошибки, то, в принципе, уже считается попытками. Человек, в принципе, знает, что есть комплекс синтрус. И он умеет, например, хотя бы на кто-то может владеть. Окей? И вообще, первое, очень нужно обращать внимание на времена. Времена, на самом деле, не так сложно изучить. Нужно понимать просто опять правила. То есть, в каких кейсах это используется. Давайте будем вот так. Не будем говорить правилами, а будем говорить кейсами. В каких кейсах, в таких случаях используется тот или иной тенсор. Окей? Это хаб, он всегда перфект. Он всегда будет означать законченные какие-то действия. Он будет означать то, что ваш им больше результат, а не время. Я все это говорю зафиксирую. Допустим, артикли. Многие говорят, почему люди, казахстанцы или русские, не набирают высокий балл в райтинг-секции, например, 9. Очень тяжело. Алиса в тот раз говорит, что никто никогда не наберет 9 артикли. Почему? Потому что есть артикли. Артикли. Мы вот думаем, что артикли – это такая морока, которая очень тяжелая. Она везде, она непонятная нам. Потому что в нашем языке нет понятия артикли. И мы просто не привыкли использовать это. И мы не понимаем, где, что, где, 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 где. А хотя для питанцев это просто basic rule. Это четырехлетний ребенок может отменить где, 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 где нет. Понимаете? То есть это считается грубейшей ошибкой, которую мы допускаем в принципе сплошь и рядом. И просто она не здесь. Поэтому нужно начинать с самых-самых азов, что артикли, например, в каких-то случаях есть разница между словом и именем. А что такое имя? Ты можешь задать вопрос. Почему мы никогда не говорим, например, «Казахстан»? Мы не говорим «Зе» Казахстан. А мы можем сказать «Зе» Казахстан. И ты можешь задать этими вопросами первую очередь. Кто знает, от тебя знает вопрос. Почему «Зе» Казахстан? И почему «Зе» Казахстан? Давай. Дельна, давай. Дельна, давай. Да. В имени этого государства есть компонент имени существительного. На который мы ставим артикль. То есть «The States», «The Kingdom». Или, например, «Emirates». Эмираты — это тоже существительное, на которое требуется поставить артикль «З». И поэтому я употребляю артикль «З». А не потому что эти страты какие-то уникальные, либо они объединённые, либо они как-то большие. Абсолютно не так. И точно так же, как в «Зе» ниже «Lands». Потому что «Lands» — это что? Это существительное, земли. Поэтому я к ним употребляю «The». Окей? С этим понятно? Давайте дальше посмотрим. Посмотрим несколько примеров. Опять-таки, конечно, много проносиленных гублятов раздельных условий не собираемся. Но просто посмотреть, допустим, как выглядят вообще примеры раздельных. Есть какие-то предложения. Это упражнения. Это упражнения. Там есть предложения с ошибками, да? Поэтому не стоит на них прямо думать, что это все нельзя. Окей? «Well, the Spanish» — это «House». Да? Увозим. И вот, как вы думаете, ошибка. Как вы думаете, ошибка? Я бы сказала, что тут больше стилистические ошибки, да? Нежели грамматические ошибки. Потому что вы девочкой умеют правы, да? Как ее зовут? Айдана. Айдана. Айдана начала перечислять порядок предложений. Помните? Subject, verb, object, manner, place, time, да? И этот time, кстати, время, которое мы потребляли в наших предложениях, оно должно быть либо в конце, либо в начале, да? Конечно, в этом процессе мы его все принципы поймем, и оно может даже считаться принципом правильным ответом, но в этом плане это предложение можно будет улучшить тем, что время нужно поставить либо в конце, либо поставить «respective» или какое-то слово, которое будет показывать, что это эффект, но их помотивирует. Окей? Дальше. Например, «respective of footwear» какой-то, иногда, какой-то, какой-то, и там кто-то. Как вы думаете, что здесь пишите? Здесь «respective» можно было видеть в интервете. Абсолютно верно. Да. То есть он и так вот перечислил, да? То есть тут «respective» лишнее, ты прав. Да, оно лишнее. Потому что, в принципе, в этом контексте оно не требует, потому что ты уже перечислил его каждый год отдельно, но 14 раз денег. Окей, супер. Второе. Мajорity of people prefer bicycles rather than private cars. По принципу это предложение правильное, да? Есть такие практики, которые неправильные. Окей? Но, дир-майджорity, я бы, там, алл-дир-майджорity of people, в принципе, это окей. Давайте д-пай-чатку смотрим. Девайдрайт шоу. Шоу, да, во-первых, уже самая фанальная, самая простая ошибка, то, что мы с множеством употребили S на конце, да, шоу. Okay, the typical expenditures, и то, typical expenditure, expenditure в принципе, чаще всего в единственном числе, я имею в виду, да, open average household in your city. Мы ошибки обсудили здесь, окей? Вы поняли, да, что, в принципе, время, которое ты заявляешь, есть ограниченные ошибки, которые можно учесть. В первую очередь, это структура твоего предложения. Оно должно быть по той формуле, которую я перечислила. Второе, это артики распространенные. Третье, это времена, окей? Над ними нужно работать, окей? Дальше, давайте посмотрим вот как раз-таки тот кейс, который, первый вопрос, который я задала, а нужно ли писать пусты, которые без ошибок, либо все-таки комбинировать их, да. Например, вот есть четыре предложения, которые простые, и они короткие, да, то есть сами себе. И мне их нужно просто комбинировать в один большой сложный. Вот, например, vocal organs in column 2, по закрываемому ворву, челлендж, то, что я имею в виду, там, global warming, и series possibilities, да. И у нас получится один короче из третий параграф, да, из четырех предложений, которые я заединила в один комплекс. One of the most common components is a global warming, which causes то-то-то, there are, да, и потом с чем я заединила? And connectors, заединила, its effects have very serious consequences, да. То есть, коннекторы я использовала and, but, so, категории, да, это большие три симки, которые можно было бы опять-таки, там, размножать по-другому, по-разному, да, их можно было бы и парафразировать как, там, in addition, там, либо это может быть however, never solve, и так далее, либо это может быть, такой, relative cost, который я использовала, who, bitch, that, окей? Вы со мной, ребят? Да. Форматика, это интересно? Да. Точно? Вот я прям вижу, вот такой молодой человек, лежит прям, вообще, вот прям, в очках молодой человек. Ваше имя? Арлан. Арлан, да? Арлан, тебе интересно? Да. Точно? А вот за вами, молодой человек, сидит, по-все апартаментам, что-то. Ваше имя какой? Артур. Артур, да. Вам тоже интересно? Очень. Вы со мной? Ну, зубик, подержите меня, ладно? Потому что будьте, типа, внимательно. А то я такая девочка, немножко, эээ, чувствительная. Когда просто выжили что-то засыпать, мне кажется, что я не тему что-то говорю, либо я уже боюсь, что я куда-то вот уплыла, да? Я потеряла вас. Хорошо? Давайте посмотрим про эти два. Что нужно использовать, чтобы показывать, опять-таки, да, вот, связь между первым простым предложением и моим вторым простым предложением. Я могу изучать, конечно, более independent, да? Зависимые, независимые части. Окей? В принципе, я думаю, логика очень массая, как тут при русском языке у нас есть обособленные предложения, да? которые мы вставляем, чтобы что? Дать пояснение маме дополнительную информацию, да? В принципе, без этой информации так было бы понятно, но оно нужно мне для того, чтобы усложнить, опять-таки, мою структуру и добавить побольше слов в мой эссе. Окей? Давайте посмотрим, например, the countries where, да? Вычислить мандерей миши, should they more, отлично, либо, опять, вычислить the conditional clean of the way, опять, заменуешь от чего-то классно, да? Вроде бы очень простой-простой техникой, да? Вот, реально, пустая техника. Просто давать больше обособлений. Уже классно будет у тебя хорошая и нормальная сочетка конструкции. Окей? Опять-таки, да? Who, which, да? В чем разница? Кстати, мы любим писать which к людям, who к предметам, ну и вообще какая разница? Главное, что писать слов, да? И мы не замечаем какую-то разницу между ними. А есть большая разница. И мы, кстати, знаем, например, когда надо ставить запятую, а когда не надо ставить, да? Разница в том, что какие-то предложения могут быть, например, вот это может быть прям два independent, да? Независимых предложений, которые я соединила через which к людям, да? И тогда, пожалуйста, я там добавляю, да? Запятую и прям не соединяю между собой. А бывают такие предложения, которые я просто уточняю, что девочка, которая пришла вчера, да? Или там, ну, этот кейс, этот пример не очень хороший. Но вот есть кейсы, когда вот прям which — это просто как определение. После which и who идёт просто определение. Поэтому после них не нужно ставить никаких запятых. Пока в окей или как будто так? Не очень. Не очень. Давайте разберём. Вот, например, вот здесь. Задание, да? There are a lot of charities which need good advice. Да? Тут тоже ошибка. Ну, ошибка, правда, справа-то. There are a lot of charities which need good advice. Например, видите, здесь нету запятых. Потому что вот это какие-то чарицы, с которыми нужна помощь, да? Это уже как уточнение и идёт определение, да? Поэтому, в принципе, вам не нужно ставить никаких запятых. Окей? Я правильно, да? Да, да. Окей. Я хочу, чтобы вы прямо ушли с хорошей, полезной информацией и знаниями. Поэтому задавайте вопросы, ладно? Если непонятно. I call it taxi driver, which agreed to meet us near the petrol station, да? Ну, и здесь тоже какая-то ошибка. Taxi driver не будет reach, да? Он будет rule agree to meet us at the petrol station. Окей? И здесь тоже мне не нужно употреблять запятых, да? Потому что оно, в принципе, будет тоже определить. Окей? А есть независимые приложения, которые я соединяю через гучку и левку, когда мне нужно будет ставить цепочку. Окей? В принципе, это у вас будет на лоборку, ребята, да? Это будет на practice days. Вам звание, что мир верно будет в олимпе, да? И все не объясняются. Окей? И здесь тоже самое. Dependent clause, independent clause, or participle, да? Participle. Все понимают, что это? Да? 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 Это дополнительная та часть, в которой, в принципе, опять же, мы можем считать, как потеряющая часть, да? Reduce trying to imitate permanence relationship in family. Usually tend to find compromises. Окей? Недавно наш студент набрал... У нас было два студента последнего процесса кейса, который был один, который набрал восемь, но он недолго занимался, потому что изначально он был хорошим, да? И был один молодой человек, который... Вот он наш был, да? Он набрал семь и пять баллов. И в его кейсе было, опять-таки, это ребенок, ниша, который, в принципе, опасен, ничем не освещает, это тоже способный человек, да? Который просто много трудился. И в его кейсе, в райцингах, да? Всегда замечалась вот эта вот структура, что он всегда употреблял сложные предложения, да? Сложные предложения, это вот прям была его любовь, да? Он набрал семь в райцингах, да? Семь в райцингах, да? Шестнадцать лет представляется, как какой-то классный, да? Потому что там, ну, в райцинге не только слова же имеют значение, еще и логика имеют значение, то есть идея, да? Примеры, которые ты даешь, тоже должно быть вхаливаем. Да? А он, конечно же, использовал разные примеры, да? Он не так вот, что просто придумал, а вы садил. Но это была работа, плавномерная работа над грамматикой, да? И прям грамматика была достаточно структурная и очень сложная. Поэтому, пожалуйста, когда вам ставят оценки, например, шесть, или пять, или шесть и пять, и вы задаетесь вопросом, а как мне поднять его до семерки? Ответ простой. Усложни грамматику и улучши словарный запас, да? Вроде бы, опять-таки, непривиальный комментарий, который вы получаете от педагогов, но за этим, короче, просто побольше работают, да? И они более детальны над каждым моим синтезом, который выключился. Окей? Понятно? Хорошо. Опять-таки, вот эти dependent classes, да? Это вражина. Например, students being financially independent. Да? Это foreign-buying expensive budgets. Вроде бы, ничего нового. Без какого-то суперсловарного запаса, либо какого-то мега-мега-мега слова, которому нужно стать, из какого-то обсловка, обсловка, целого варианта 90-го года, и слово это проверку подобрать абсолютно не нужно, да? Потому что, знаете, вот был еще один студент, который набрал шесть и пять, что мы тут неужа, но я не знаю, я вам рассказываю, потому что это действительно смешное действие. Человек пришел первый раз с историей, да, то, что он получил уже постепенно был шаг, отучился в банке уже один год на Foundation, да? И не может набрать шесть и пять баллов по IELTS, да? А стипендия уже горит. То есть, если шесть и пять не наберешь, он не поступает в универ, квартира замирает, и все остальное, в общем, коллапс. И первый вопрос, который я задаю на спикинге, рассказывает, то есть, расскажи про свой хобби, расскажи про себя и так далее. Потом я задаю вопрос, расскажи про свое любимое животное, да, которое ты знаешь. Человек отвечает, мое любимое животное – динозавр. И все начинается про динозавр. Gino's, да? I love Gino's because… Если ты не знаешь, твоя ошибка опять возвращается к первому пункту – учи слова, да? Учи слова правильно, да? Потому что уже посоветовали слова со синонимами, анонимами, со всеми фразами и все как положено, да? И опять начинаешь нарабатывать себе этот пункт, массу, и опять идешь нормально вставать. Окей? С этим понятно? Легко. Dependent boss, independent boss, conditional boss. Conditional тоже это один из… Вообще, в принципе, заявление на этот мастер-класс было таком, что мне нужно сегодня дать максимально полезной информации, которая вот прям такой техники, да, которая вам поможет. А если техники, вот если вы пришли со ожиданием того, что вы сейчас услышите, вот эту технику, а эту технику я просто рассказываю вам. Поверхностно, к сожалению, вы пришли не по адресу, потому что сегодня нужно действительно разбирать нормально, по каждую деталь отдельно. Потому что я вам могу сказать, давайте изучить грамматику, давайте просто побольше усложняем предложение. Но если дать детали, то это получается… Это несколько разных компаний. Один из которых выбирает условные предложения, да? Кто кормит условные предложения? Вот мы любим, да? If I will go to… California. If I will go. If I, if I will, это, конечно же, kill. Да, это просто киллер. Я начинаю просто… У меня это когда-то как раз, там, кто как-то начинает. Это не так, да? Вы никогда не можете if I, if, как это было, да, с будущим времени. Есть определенная форма, которую с формулой, которая должен следовать, да? И нужно использовать их грамотно, опять-таки, по определенному случаю, окей? Думаю, что ты опять-таки получишь на слайдах и побольше не слышишь. Ну, и, конечно же, быть… In-person. Я не могу перевести на русские. Все спрашивают моего мнения. Думают студенты, да? Которые сдают IELTS. Особенно эсэшники, когда пишут, они думают «А, они же спросили мое мнение». И они начинают писать. «I think I will like the way I don't talk in my opinion». И все вот это вот «май-май-май» или «ай-ай-ай», да? К сожалению, это неправильно, да? Правильно то, что вас спрашивают мнение, и вам нужно выразить свой экспириенс, только оно должно быть правильной формой задачи, да? Оно должно быть impersonal. In-person style of writing, он добивается только через пассивные зоологии, и он добивается через такие разные структы. Как вы уже видите здесь, это все примерно в карси-поиске, да? Если вы не любите карси-поиске, просто влюбитесь с ним, да? Сделайте так, чтобы он не стал вашими руками, он помогал вам, потому что writing – это все карси-поиске, да? И есть предложения, которые нельзя в карси-поиске, например, сделать, да? Потом есть карси-поиске. Это главное правило. Вот Вайданова уже изначально сказала, subject, verb, object, да? В пассивном зоологии логика очень проста. Ты просто меняешь глагол посередине, ты просто меняешь subject с объектом не станет, да? И просто поменял не станет, уже, в принципе, у тебя появится нормальный кайф для пассивных зоологий. Понятно? В принципе, я думаю, это уже можно записать, либо сфотографировать, либо занять эту метку, потому что это действительно полезно. Форенцис, да? Употребление разных, разных бруктуаций, да? Давайте. Да, на самом деле. Бруктуация, опять-таки, тот фут, который нам не видит, и нам кажется, что он точно, он в принципе примитивно играет роль, и главное не спутать точку с запятой, да? Но, по сути, мы начинаем умудрить, мы начинаем писать в разные кавычки, там, точка, запятой, двоиточек. Это, на самом деле, если оно хоть и примерно не правильно, то, к сожалению, оно просто снижает вам. Потому что, если ты уже пропустишь кавычки, это означает, что ты используешь чьи-то слова. Либо это сленговое слово, либо это какой-то informal language, который, опять-таки, снижает качество твоего эссе, да? А если ты употребил чьи-то слова, это будет плагиат. Если ты не указал ресурс, да? То, что есть, тоже не очень хорошо, да? И поэтому, в принципе, запятые, это как бы наш хлеб для хорошего графика, но нам нужно их использовать правильно, да? Комментарии, там, типа, by the way, либо бывают же какие-либо слова, например, там, слова именно speaking, да? Они не могут быть употреблены, да? Их надо, вот, всегда, выбирать очень осторожно. There is argue, without doubt, либо not a man. Примеры вам даны, которые стоят употреблять. Хорошо? Какие есть проблемы с взятом структуации? Никто не хочет задавать вопрос, можно ли задавать вопрос эссе? Нет. А? Нежелательно. Нельзя. Ни в каких, ни при каких условиях, нельзя задавать своё эссе, ты вопрос задаёшь сильный, и кому ты задаёшь вопрос, да? Вопросительные предложения, восклицательные предложения, к сожалению, это не акцептов. Окей? Не надо писать вопросы нам, а стоит ли нам всем, не знаю, что-то сделать, да? И вот ты дальше отвечаешь на эти вопросы. Это решение. Тоже, например, это как кондиционер, да? Но ты их тоже хорошо образовываешь, и покажешь что-то у тебя классное в том платье, понимаешь правильные слова, но ты понимаешь, что тоже в том положении, да? Образ, although they are wise practices, they become sick, и сами ее, да? Очень классные предложения, ребята. И вот так тоже не надо. Слишком перебарщивать своими предложениями, да? Таким непонятно, где точка, где запитая, или вот какой жирный кусок текста, а это ещё и introduction, это только начало, оно выглядит таким многообещающим, это слишком много, да? Это слишком много, это не нужно делать. Лишнее крадо времени, и это бескульба леса. И оно никогда не составит прошлое почтение о вашем райтинге. Вообще в целом, если вы, например, не можете писать и продаж, или конфужины, вы же ведь можете оставить место потом, да? Пусть оставить в начале, потом дописать и прей, потом конфужины, да? Если вы, в принципе, просто налогчились на это, это знаете, да? В принципе, я ещё вам рекомендую, например, оставлять прямо линии, да? Перед каждым параграфом. Пусть, например, одна линия вам, во-первых, никто не ругает за то, что ты линию, либо подступ какой-то там оставил. Но вот если ты начал линию оставлять, только в русском языке, с красной строки, начинать вот такой полсантиметра оставить, тоже не надо, да? Если ты линию оставил, уже понятно, что это правильно, да? То есть это отдельный правиль, поэтому ты не должен написать какие-то красные стуки в каждом предложении. слишком Russian style, да? Если вы начали писать слова английские, да? То есть именно British English, тогда ты должен стикнуть, да? Ты должен только британским английским пользоваться. Если ты начал уже американский, например, color написал without you, да? Тогда ты уже не можешь behavior написать через you, да? Тогда будь, пожалуйста, consistent, да? Что ты пишешь только на американском английском, да? То есть должны быть четкие просто правила для себя, что как можно. Pronunciation то же самое. Никто не ругает за то, что у тебя американский pronunciation, либо то, что ты жил в Америке, у тебя просто так сложилось, да? Все нормально с этим, да? Главное должно быть быстро, должна быть очень быстрая реакция на твой вопрос, который ты получил, и должна быть интонация, должно быть правильно расставлен. Английский на самом деле очень мелодичный язык, да? Очень эмоциональный язык. Вот если думаете, что с таким же макаром, как я разговариваю на русском, вот так вот монотонно разговаривать, и меня поймут, не надейтесь, да? Нужно разговаривать вот именно красочно, и добавлять в определенный интонейшн. Если это вот прям какое-то воодушевленное предложение, должно быть как бы, должно сам быть, да? Окей? Для этого я, кстати, еще поговорила вот здесь видео, давайте посмотрим, да? Мы еще посмотрим. А давайте пока посмотрим несколько ссылок, которые я давайте подготовила где-то, где-то сам лезвит, да? Это хороший ресурс. Давайте посмотрим вот здесь, где вы можете... Sample Essays это IELTS Podcast.com, где, в принципе, очень хорошего качества сампуль. Когда выбираешь сампуль, будь осторожен, потому что это как пример, с которым ты берешь, да? То есть ты начинаешь писать так же, и ты можешь надпусти на какой-нибудь качественный ресурс, где-то там написано IELTS Brand 8, или это было там где-то там в Малайзии, может быть, оценивано на 8, или на 9, но у вас это просто будет. Ну, там могут быть хорошими, да? И старайтесь прям смотреть на разные топики, потому что топики по формурации, да? И они могут как-то прям прийти к вам, какие-то вещи, и очень много читать, и писать так же. То есть прям переписывание, в принципе, оно неплохо, но сильно увлекаться и думать, что я буду переписывать, от этого мне станет классно, и это неправда. Ты должен все равно писать самостоятельно, да? Не должно быть вот этого сайта на разных примерах. Окей? Потом, для спикинга, ребята, я вот знаю еще один сайт, я вообще редко рекомендую какие-либо ресурсы, потому что вот может быть разный бушчик, да? Но есть нормальные сайты, которые я вот прям нашла, и мне нравится. Есть, есть еще и Google version, да, application этого сайта, AVA, это, в принципе, знаете, как я училась вообще, улучшалась в виде буквы, и сейчас делаю, да? Я любила смотреть, как после вы, да, кто-то, я изначально нашла видео, да? на YouTube, да, ты их знаешь, неиспользовался в виде буквы. Если ты начинаешь снимать, сделай хотя бы полезное дело, ты их смотришь на английском языке, да, разные видео, после этого ты должен их повторять за каждым спикером, да? Допустим, ты послушал, не знаю, Тони Блэра, да? Вышел, например, мистера Битании, мне было интересно, да? Допустим, его мнение узнать. Супер! Я его остановила, да, полтора минуты ее послушала, теперь моя задача повторить то, что он сказал, да? Классно улучшает память, словарный запас, это и плюс это повторение за длительностью, да? То есть ты повторяешь, к сожалению, на уроках, да, ребят, у вас все равно не так много времени, ты подносишь два месяца, это сколько всего, чего надо идти, нам, да? Еще и там спикинг совсем при тебе мало времени, как остается, но ты должен спикинг делать самостоятельно, и там не надо думать, что мой спикинг может улучшаться только при условии того, что я там уеду за границу, или со мной будет человек, который 24-7 со мной разговаривает, да? Абсолютно не так, даже если ты один, у тебя есть интернет, у тебя есть пять, и все, у нее вот уже на второй, ну, на половине экзамена, да, у нее уже вот психологически с ней сложилось впечатление, что все, ей уже поставили оценку, ей поставили оценку пять, мне больше даже не имеет смысла дальше разговороваться, да? Все, у нее вот как бы... Она начала просто отвечать вслухо, коротко, растерялась, да, и ушла стройная, да? Это просто вот, ну, это жалко, что, блин, ты же заходишь деньги за это. Получи максимум, ну, хотя бы на своей эфире, по-моему, что ты немножко поспикаешь, да? до конца надо было посидеть и поговорить, от души, да, хоть даже поставили себе там пять баллов, уже на первую, да? Но так нельзя делать, надо все равно до конца, и тут прям четко, правильно отвечать. Есть какие-то ребята, которые просто отказываются отвечать на вопросы полно, а не отвечать, да, нет, да, нет, либо нет никогда, любишь? Нет. Есть ребята? Нет. Все, вот как будто бы что-то прям закрывают, да, там тоже не нужно делать. Любите спики, да, любите рассказывать разные истории, окей? Поэтому давайте, ну, да, это тоже, это тоже один из примеров, как я, за кем я это повторяю, да? Это очень красивый язык, я просто хочу вам его порекомендовать, он сайт, и на ютубе у них очень раз был классный канал, где они приглашают таких классных спикеров, а больше всего мне нравится то, как в начале, вступления рассказывает сам Африка, и о том, 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 о том. Главное, Ту�se хилеет 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 шокус на волейбол «Ник Edge» и υπά FX Creative Бalin tyн хилеет поделается победойfirst. Это важное lambda المisleет хилеет хилеи, по-воему RTX Élının в egg, о первой две двери распро regardировав солнечные модели! Продолжение следует... 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 Я надеюсь, что я о вас услышу еще много долго раз, и надеюсь, что вы порадовались от нас, от своих главных результатов, и от всех, которые вы уже начали свое обучение. Пусть ты нашла вам удачи.